Субтитры делал DimaTorzok 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 Я буду раскрашивать свиньи цепи. 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 Якорь здесь, кстати, изображен довольно слон. Вообще, якоря будет нескольких видов разной формы. И они по-разному действуют. Понятное дело, что суть якоря – это хорошо зацепиться за некое дно. И на самом деле якоря используют не так часто, как мы, может быть, привыкли думать. Потому что если якорь хорошо зацепился за дно, его ещё не всегда можно поднять. Иногда приходится его оставлять там, где он лежит. Якорь как здоровая цельно-металлическая штука. В удовольствии не дешёвая. Обычно же корабли швартуются, когда они стоят. Они стоят возле берега. Крепко привязанная. У них всё хорошо. Крепко привязанная. Академия. Крепко привязанной. Жаль, что настоящие цепи не могут быть такими веселенькими. В кораблях вообще любое использование красок строк упорядочено. Ну, красками что-то обозначается. Нельзя просто взять и расписать, например, дверь в капитанскую койоту какими-нибудь растаманскими розами. Скажи. Ещё на кораблях. В обозначениях часто много оранжевого цвета. Но это понятно, почему. Оранжевый цвет хорошо виден издалека. И если начинаешь тонуть, и у тебя оранжевый жилетик, у тебя больше шансов быть быстро найденным. Чтобы всё закончилось хорошо. Но сам по себе оранжевый цвет, как он напрягает. Он выглядит, может быть, не очень тревожно, но многие его воспринимают как некрасивый дискармоничный. Сейчас. В denke. Поэтому забили. Ранежевых элементов на борту. Это очень приятный способ. За это я не люблю это издание. Они взяли и заклеили некоторую часть рисунка. Ладно, не буду это раскрашивать. Эту часть. Продолжение следует. Мне очень нравится то, что получается пока. Такое ощущение, что это какой-то военно-морской цирк. Так, какой цвет возьмем дальше за основные. Зеленый, пожалуй, спрячем. Так, розовый тоже пока отдыхнет. Ставим желтый, фиолетовый. И немного расширим. Гонку желтого. Пусть будет несколько разных оттенков. Такой более теплый желтый. Более холодный желтый. И таким парадом мы раскрасим гнот. 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 Это я буквально отсчитываю вот эти вот канатные звенья, чтобы у меня было ровное знаковое количество канатных звеньев всех цветов. Ну, то я раскрашиваю какие-то рисунки хаотично. Так, ах, ах, как получится. Вот сейчас хочется сделать что-то регулярное. Как вы знаете, бывает регулярный французский парк и противоположный ему английский. Как вы знаете, нерегулярный. Странно звучит, да, нерегулярный. То он есть, получается, то его нет. Так, следующий пошел. О, как красиво лег. Мне очень нравится. Мне нравится сочетание фиолетового и желтого. Это, конечно, такое... Ну, например, в модельерском искусстве вот это. Такое избитое сочетание. Такое избитое, потому что красивее. Такое избитое. Такое избитое. Такое избитое. Такое избитое. Такое избитое. Такое избитое... Такое избитое. Про канаты вообще можно бесконечно рассказывать. Может быть, если бы не бывает на каких-то судах Личных или морских, ну, российского подчинения. Вот там вы могли видеть такую турфоретную надпись. Где-то в такой технической зоне. То есть не там, где каюта, там развлекательный комплекс. Не там, где ходит матрос. Берегись колышек. Некоторые читают «берегись колышек». Они понимают, что это за колышки, почему их нужно беречься. А это на самом деле очень действительно опасная штука. Ну так вот эти колышки. Это на самом деле заломы, которые образуются на канате. Ну, понятно, не на кальвом. На пеньковом это не бывает. А на металлических канатах. Во-первых, нужно травмироваться. Во-вторых, извините, канат может порваться. В общем, это действительно ничего хорошего. И эта надпись, она как бы напоминает, что вот... Ты видишь, такое безобразие. Что с канатом, чтобы не то случилось. Подойди и исправь. Вот, да здесь у нас, кстати, всё хорошо. Никаких заломов. Всё ровненько. Красиво. Канат получился похоже на конфетовый. Так, ну... Оставим, пожалуй, жёлтые цвета. И эти красоты берём. Пусть у нас будут белые, бирюзовый цвет. И так мы будем закрашивать. Сейчас такая бездрата получится. Безздрата и мелкота. Бездрата. 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 Продолжение следует... 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 Такая солидная цепь, она может удержать настоящий большой корабль. Мне еще хочется побывать на каком-нибудь из самых больших круизных лайнерах мира. Сейчас современные круизные лайнеры не получают имена по сериям. То есть, у них она немного похожа. Вот самые-самые большие лайнеры, которые делаются в Финэнтии. И носят им имена, в которых есть часть имени. О, здесь есть. Продолжение следует... 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 Не знаю, получился ли у меня передать объем. Уберем вот эту обруску. Продолжение следует... Продолжение следует... Пришла в голову такая идея... Не знаю, делал ли кто-то уже подобное... Я не встречалась... Пошептать морские термины... Только их нужно... Как бы... Говорить о них... И одновременно их показывать... Будет одновременно... Расслабление... И какая-то новая информация... В морских терминах... Очень... 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 Много... Таких вещей... Таких вещей... Которые хорошо звучат... Вот... Например... Такая характерная деталь... На парусном флоте... Здесь ее, к сожалению, нет... На этой картинке... Она называется... Юферс... Очень хорошо звучит... Юферс... Это вот так, показывать... Рассказывать... Стенька... Стенька... Бомбастик. 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 Он такой гораздо более плотный, строгий. А я знаю, на кого он похож. Он похож на моих типов. Как тебе? Ты. Да. У него есть что-то общее. Такое же сочетание, как и здесь на фоне. Только у него есть серый цвет. Готов ничего серого не было. Неаккуратно. Неаккуратно. Я вот так вот немного штриховка буду отыщить. Немного объединю эту все сероту. Вот так вот. 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 Последние вот эти металлические литочки, чтобы они будут фиолетов. Вот так все получилось. Очень яркий. Виселый и немного цирковой. Вот здесь легкая штриховка. Пожалуй, я немного повторю. Попробуем. Штриховка просто подсказывает, что все это находится под водой. Цепи, каналы и акры. Два-два-два потрачивает часть СВС как будто бы слегка в порядке. Может подхватить течение. Попробуем. Что, в следующий раз будет другая раскраска? Или что-то другое. Не уходите далеко. Попробуем. Попробуем. Попробуем.